всем привет с вами компания строй frost и я игорь костенко сегодня мы специально приехали на объект чтобы провести вам небольшую но крутую экскурсию и так погнали снаружи этот гараж ничем не отличается от обычных гаражей сэндвич панелей давайте посмотрим что внутри а внутри гараж выглядит вот так обратите внимание все отделочные работы завершены я имею ввиду электрика разведена кстати всего два светильника вот 1 2 освещают такой большой гараж за счет того что белые стены еще и почти серый пол который отражает внутри очень комфортно и светло находиться я специально закрыл ворота чтобы это продемонстрировать также здесь уже проведено отопление всего три радиатора сейчас функционирует этот один большой они запитаны от основного котла который находится в соседнем здании и вот трубы разведены по фермам по верху и запитывают остальные радиаторы также здесь уже установлен верстак рабочее место и собственно вот виновник этого торжества для чего такой гараж строили высокий для того чтобы парковать здесь этот автодом клиент его будет использовать и использовал уже во время самоизоляции так что она не прошла бесследно в том числе для нас мы стали строить и для таких транспортных средств наши гаражи отдельно хочу рассказать об обустройстве пола в этом гараже здесь свайно-винтовой фундамент и задача стояла перед нами сделать пол утепленным потому что изначально было известно что гараж будет отапливаться стационарным отоплением теплопотери должны быть минимальными в итоге мы остановились на варианте из сэндвич панелей плюс обрезная доска плюс фанера конструкция пола выглядит следующим образом мы в качестве несущих использовали стальные двутавровые балки а между ними в пазы как кассету вставляли сэндвич панель естественно все стыки пропенивали и тем самым закрепляли сэндвич панель дважды с одной стороны она прижималась самой двутавровой балкой с другой стороны она держалась еще и на пене поверх двутавров застилались обрезные доски и сверху на них еще фанера важный момент нагрузка с пола никаким образом не передавалась на сам сэндвич в этом и заключалась ноу-хау этой конструкции и вот этот конструктив он показал себя прекрасно с точки зрения жесткости на прогиб хорошо себя зарекомендовал и технологичности это получилось намного дешевле и быстрее в плане сборки чем нежели стандартная история с утеплителем пароизоляции гидроизоляции подшивкой из цсп либо профлиста в общем такое решение мы обкатали она получилась очень классным и весьма-весьма достойным пол классный на нем можно прям прыгать и скакать и я думаю строй хлам бы его одобрил еще хочу показать какое рабочее место обустроил себе клиент здесь такой стульчик инструменты и внимание робот-пылесос для того чтобы пол всегда оставался чистым как вам такое пару слов хочу сказать об отоплении в гараже вообще любой гараж будь то из сэндвич панели либо из пеноблока по любой технологии построенный в идеале хотя бы минимально отапливать для чего для того чтобы поддерживать внутри температуру круглогодично выше точки росы это такая температура при которой выпадает конденсат внутри вот для того чтобы он не выпадал важно это условие выполнять то есть как правило для гаража и сэндвич панели температура плюс 10 круглогодично комфортно для того чтобы не было никаких проблем с конденсатом тогда автомобиль будет во первых долгое хранится он не будет подвержен коррозии а во вторых им будет намного удобнее пользоваться то есть он будет легче заводиться не нужно будет мучиться с прогреванием то есть эта история она выигрышная по всем фронтам но не все клиенты понимают важность отопления то что гараж утепленный и сэндвич панели это не означает что он будет теплым сам по себе в любом случае там должен быть источник тепла будь то инфракрасные обогреватели либо масляные электрические обогреватели либо как в этом случае от основного котла газового запитывается радиаторы но когда есть источник отопления тогда гараж работает супер эффективно на все свои сто процентов ну вот и все наша экскурсия подошла к концу что хочу сказать напоследок в этом году стоит аномальная температура сейчас середина ноября и только-только начинается легкий минус по ночам мы до заливаем наши последние бетонные фундаменты и по-прежнему строим строим гаражи у нас осталось буквально несколько вакантных мест в нашем графике поэтому те кто раздумывал получить гараж и успеть завершить все строительные работы до нового года торопитесь время еще есть но эти места разбирают как к горячие пирожки и конечно же не забывайте ставить лайки подписываться на канал заходите в наш инстаграмчик до новых встреч пока пока удачи